В Шадринске закрыт подпольный клуб фанатов игровых автоматов. 28 февраля сотрудники Управления внутренних дел Курганской области провели так называемую зачистку заведения, где незаконно зарабатывали деньги. Полуподвальное помещение с огромным количеством игровых автоматов расположилось практически в центре города, в здании Шадринского торгового дома. Причем сотрудники УВД закрывали его и раньше. В августе прошлого года все автоматы опечатали и вывезли. Но поскольку в документах было сказано, что данный развлекательный комплекс не является игровым автоматом и не предназначен для проведения азартных игр, машины счастья были возвращены владельцам. И прибыльный порочный бизнес, приносящий в месяц более 4 миллионов рублей лишь с одного автомата, возродился вновь. Такие рейды довольно-таки часто проводятся на территории Курганской области, города Кургана. Здесь уже проводилась неоднократная операция, уже второй раз. Мы приезжаем с нашими сотрудниками, чтобы пресечь деятельность данного горного заведения. Судя по прокуренному помещению и обилию пустых бутылок, здесь бурлила азартная жизнь. А вот теперь ничего, кроме сломанных игровых автоматов и сотрудников ОМОНа. Мечты шадринских игроманов о богатстве были разрушены с помощью ломиков. Недетские игрушки вскрыли, и начинка машин счастья оказалась необычной. Привычных купюроприемников в них не было. Сейчас делают ставки электронными деньгами. Нынешние денежные средства передаются оператору. Оператор ставит ставки электронными денежками. Выигрыш получается тоже наличными деньгами, снимая электронные баллы с монитора. Сейчас, когда на руках у оперативных сотрудников имеются все важные улики, будет проведена специальная экспертиза игровых карт, которые установят присутствие электронных денег. И самое главное, оперативникам еще предстоит выйти на след организаторов нелегального бизнеса. Теперь закрытием подпольного игрового клуба в этом деле поставлена жирная точка. А это значит, любители легкой наживы скоро перестанут страдать от страшной болезни современного мира – игромании.